друзья всем добрый день всем здравствуйте это юрий и ти как мир наш канал называется здесь про японцев во всей красе сегодня king сейка это не очередное изменение цвета циферблата это новый корпус ну как новый история ведь циклично все новое это хорошо забытое старое сегодня у нас с вами будет модель основанная на часах king сейка 1969 года выпуска при этом дизайн практически сохранился на сто процентов стоит отметить что на ретро дизайне сейка зарабатывает очень и очень неплохие деньги sdk 019 396 тысяч японских иен но об этом мы с вами чуть позже поговорим будет сравнение с другими японскими часами и со швейцарскими в том числе давайте немного про историю появления данной модели вам расскажу king сейка само подразделение появилась в прошлом веке в момент скажем так творческого кризиса сейка тогда еще сейкоша думала как же им правильно развиваться и были созданы два подразделения дани сейкоша и сува сейкоша дани сейкоша в итоге производили и придумали king сейко со сейкоша это создатели гранд сейко время все расставило по своим местам гранд сейко стали даже не лучшими японскими часами а одними из лучших часов в мире king сейко же с 1975 года не производились в 2020 году спустя 45 лет были анонсированы и поступили в продажу в 2021 начале года king сейко sdk 001 обзор у нас на них был и та модель была основана на дизайне king сейко 1960 года угловатый корпус можно сказать классический четыре года этот дизайн полностью эксплуатировался создавались новые модели с новым цветом циферблата именно в этом дизайне и вот в 2024 году спустя 55 лет на основе модели 1969 года 45 80 10 или 45 киси м выходит 4 новые модели вы могли видеть как перевоз дата на перевозим практически ровно в 12 часов что я считаю отличный показатель на данный момент серия к с 1969 именно так она называется состоит из четырех моделей это три стандартные модели серебристые sdk 017 который выражает современный городской пейзаж фиолетовый sdk 019 с традиционным цветом это пурпуру любимый японцами с древних времен и зеленый sdk 021 выражающий образ токио города полного зелени и часы с интересным циферблатом под названием sdk 023 это между прочим лимитка 700 штук причем лимитка к столетию сейко то есть сейко обозначает данную модель как знаковую здесь на циферблате узор видит чешуи небесного дракона символа процветания цвет циферблата напоминает чистый ручей символизирующий источник жизни с освежающим светло синий зеленым оттенком красивая сказано да красивый ли циферблат лично мне не зашел пишите в комментариях понравился вам он или нет давайте начнем знакомство с данной моделью с дизайном есть три составляющие на которых он базируется это элегантность утонченность и стройность вот сижу я смотрю на эти часы прям хочется надеть рубашку костюм сесть в свой rolls-royce и поехать в большой театр хочется ли вам пишите в комментариях но смысл данного дизайна именно такой это классические часы от компании сейко которые должны выделяться среди других и быть наиболее элегантными из-за всей актуальной линейки всех часов сейко корпус здесь стальной сапфир коробкообразным сделан в ретро стиле при этом корпус полностью глянцевый округлые элегантные черты корпуса как вы можете видеть также есть рисунок на заводной уголовке браслет и глянец и сатин очень мягкий браслет очень хороший я такие браслеты люблю как они вам пишите также в комментариях сделано все добротно придраться здесь не к чему само качество браслета обычная скажем так если сравнивать с рентом из предыдущего ролика то там качество браслета мне понравилось больше скрытая застежка также у нас отсылка к элегантности часов естественно здесь по сути все будет отсылать к элегантности на задней крышке классический логотип кинг сейко он не золотой обычная сталь золотой на тех часах с драконом кстати циферблат очень сложно разглядеть сквозь коробкообразный сапфир но надеюсь вам видно он не глянцевый поэтому чистости здесь немного нет пестрости он не играет цветом что лично мне понравилось был бы он слишком яркий наверное это было бы не то мне кажется так очень хорошо видно текстуру здесь вы смогли разглядеть и также смогли разглядеть полировку стрелок здесь по центру сатин и сбоку у стрелочек идет глянцевая полировка ну и конечно же вы могли заметить индекс на 12 часах интересная разметка здесь на нем она напоминает оперение стрелы и символизирует движение вперед стремление в лучшее будущее то есть глядя на эти часы вы должны всегда помнить что все будет хорошо к размерам не крупные часы по высоте 43 6 39 и 4 диаметр 9 и 9 толщина и длина браслета 20 сантиметров что лично у меня вызывает некоторые вопросы компании сейко и даже гранции к ее подразделению где на тентографе огромном 45 миллиметровом 18 сантиметровый браслет а здесь 20 сантиметровый зачем я не очень понимаю по весу здесь сто двадцать шесть грамм водозащита есть но она небольшая всего лишь 50 метров и как вы понимаете из-за своих небольших размеров на некрупной руке у меня запястье 17 половиной сантиметров часы сидят хорошо теперь давайте про механизм немного поговорим это 6l35 не новый представлен в 2018 году на выставке в базе ли это самый тонкий автомат у компании сейко в актуальном ряду механизмов и почему-то когда компания сейко ставит этот механизм часы они сразу же стоят космических денег новые marine мастера вышли вместо механизма 8l35 уровня гранд сейко туда поставили 6l37 это то же самое что 6l35 но с улучшениями из-за дайверской специфики и часы стали стоить новые marine мастеры стали стоить более 400 тысяч и на 8l35 на механизме гранд сейко они стоили 330 по моему 1000 японских йен почему я не очень понимаю какие же здесь характеристики частота 28 826 камней 45 часов запас хода антимагнитность 4800 ампер на метр точность плюс 15 минус 10 секунд в день и толщина механизма 3,7 миллиметра теперь давайте немного как говорится по бомбим 6 r55 в тех вот угловатых кинг-сейко не хочется говорить предыдущих это актуальная модель они будут существовать вместе и угловатые вот эти округлые так вот там стоит 6 r55 частота похоже 21600 24 камня антимагнитность 4800 ампер на метр 72 часа запас хода то есть на сутки больше и точность плюс 25 минус 15 секунд в сутки похуже по корпусу и браслету на мой взгляд это одинаковые часы нет возможности сейчас сравнить в лопате модели но потому что я помню это примерно те же самые часы с таким же качеством корпуса с таким же качеством браслета то есть с хорошим качеством и корпусы браслета но за свои 253 тысячи японских йен стоят те модели эти новые модели стоит 396 почти на 150 тысяч йен больше два альпиниста кстати можно купить на эти деньги почему же такая разница если корпус и браслет одинаковый значит из-за механизма но дороже ли он почти в два раза я не понимаю логику компании сейко когда она ставит 635 в часы они сразу же стоят огромных денег не понимаю может быть я чего-то не знаю пишите в комментариях есть единственная одна у меня догадка сейчас вы в правой части экрана увидите список часов список довольно таки дорогих часов я бы сказал от знаковых производителей внутри которых стоит механизм это 2892 либо созданные механизмы на основе 2892 то есть по сути база это это 2892 где-то чуть подкрутили может быть использовали другие материалы для пружины улучшили точность но база она одна и по сути вот эта этажка 2892 она является не хотелось бы говорить конкурентом по сути она является аналогом японскому 6 или 35 то есть это сравнимые по характеристикам механизма это 2892 также имеет частоту 28 821 они 26 камней запас хода 42 часа они 45 часов толщину 3,6 миллиметра они 37 и по показателям точности в своей скажем так базовой комплектации это плюс-минус 20 секунд в день понятно что некоторые компании настраивать до хронометрической точности плюс минус 5 секунд в день но в целом именно базовый механизм имеет практически ту же точность даже похуже чем он 6l35 только этим я могу объяснить стоимость 6l35 стоимость часов в которых данный механизм стоит поскольку список моделей в правой части вашего экрана явно не дешевый может быть поэтому сейка пытаясь создавать какую-то конкуренцию стоит такие цены если у вас были какие-то часы из этого списка и есть например кинг сейк или другие сейка напишите обязательно в комментариях по соотношению качества как вам что понравилось ли сейка проигрывает или может быть даже выигрывает в общем обязательно пишите давайте вместе разберемся почему же 6l35 сразу повышает цену часов в два раза я не понимаю вот собственно и все что хотел сказать про эту модель и итог здесь можно подвести и он очень простой хорошие часы добротно сделанные красивые необычное сочетание цветов до серебристый понятно обычно но зеленый и фиолетовый интересное сочетание мало кого такое встречается хорошие добротные часы если бы они стоили 250 хотя бы до 300 тысяч иен как предыдущие модели но по цене 400 тысяч иен почти три тысячи долларов лично я себе их принять не могу и наверное вам советовать тоже не могу вот такие вот итоги что вы думаете обязательно пишите в комментариях и в ютюбе и в телеграме а на этом все всем спасибо будьте здоровы крепко жму руку носите самые лучшие часы всем пока и